Привет всем! Сегодня просто филгут история. Мы тут на днях встретили собачку. Просто самую обычную собачку. Ну как сказать самую обычную? Собачка поводырь для слепых. Хороший поводырь. Подавала большие надежды. Но в какой-то момент выяснилось, что поводырьома она быть не может. У собачки эпилепсия, то есть профнепригодность. Тем не менее, так как в собачку уже вложили очень-очень много сил, времени, денег, наверное, тоже, совсем просто отправить ее на покой не удалось. То есть собака по-прежнему работает. Каким образом она выполняет свои обязанности поводыря? Она, во-первых, занимается пиаром. То есть ее водят по школам, по всяким ивентам и показывают, зачем, собственно, нужны собаке поводыри, что они делают. Она помогает, опять же, собирать деньги, пожертвования. И еще она обучает волонтеров, которые работают с собаками-поводырями. То есть вот такие у нее две обязанности. Собаке 7 лет и, как мне объяснил ее опекун, на данный момент опекун, до пенсии он будет ее опекуном, потом она уйдет на пенсию, и он просто станет уже легитимно ее хозяином. То есть он ее заберет. Пока же он о ней заботится, но все-таки не может по поводу нее принимать вообще все решения. Собака, кстати, очень симпатичная, очень милая. И что меня еще очень порадовало, это то, что ее обучают слушаться командам не на японском, а на английском. И почему обучают таким образом? Потому что в Японии очень-очень много всяких диалектов. И если ее обучать именно японским командам, то слишком велик шанс, что люди будут произносить их очень по-разному. И собачка может достаться кому-то, кто не сможет с ней коммуницировать достаточно легко. Но если обучать собаку сразу английским командам, то люди будут пытаться с ней общаться именно этими командами. Ну, это не так сложно выучить, даже если вы не знаете английского, там что, sit, lie и так далее. И все нормально. Они смогут ей отдавать команды, и собака будет слушаться. Вот такой интересный факт мы узнали благодаря знакомству с собачкой. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok